Сила похвалы и поклонения. Секрет того, чтобы быть приятным нашему Богу, состоит в том, чтобы восхвалять Его и поклоняться Ему, потому что Он пребывает в восхвалении и поклонении Своего народа. Когда мы поклоняемся нашему Богу, Он открывает небеса, и все хорошее, что мы ищем, спускается в нашу жизнь. Знайте, что все хорошее, что вы ищете, находится в руках Бога. Вам просто нужно правильно поклоняться Ему, и Он исполнит желание вашего сердца. Но поскольку дьявол знает это, он уже перенаправил поклонение. Дьявол направил себе поклонение, которое обычно должно идти к Богу, побуждая людей делать то, что не отражает славу Божью. Библия говорит, что мы должны дать Богу славу при любых обстоятельствах. Но если вы внимательно изучите свою жизнь, вы поймете, что то, что вы делаете, как вы живете, как вы ведете себя, не отражает славу Божью. И знайте, что когда вы делаете такие вещи, вы поклоняетесь дьяволу, не зная этого. Знайте, что есть демоны, которые побуждают вас делать все эти вещи, и благодаря этому свидетельству Господь открывает ваши глаза. Дьяволу больше не будет поклоняться. Только нашему Богу теперь будут поклоняться. Дьявол и его организация. Возлюбленные, когда вы хотите сражаться с врагом, это действительно необходимо знать его, а также его уловки и стратегии. И когда вы их обнаружите, вы можете использовать подходящее оружие. Вы можете атаковать справа, пока ваш враг находится слою. По этой причине вы должны знать о дьяволе и его организации. Четвертая заповедь гласит. Храни христиан в бедности, сказав им не давать десятину и пожертвования. Пятая заповедь гласит. Иди и распространяй ненависть среди христиан и разделений в церквях. Есть вещи, которые мы видим. Вы увидите людей одной церкви, одной общины, которые не разговаривают друг с другом, но называют себя христианами. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 5, 23-24 «Итак, если вы предлагаете свой дар у алтаря и там помните, что у вашего брата есть что-то против вас, оставьте свой дар там перед алтарем и иди. Сначала примиритесь со своим братом, а затем подойди и предложи свой подарок. Если вы этого не сделаете, вы напрасно тратите время». В Иоанна 15, 12 говорится, «Любите друг друга, как я любил вас». В послании к римлянам 13, 8 говорится, «Никому ничего не нужно, кроме как любить друг друга, ибо тот, кто любит другого, исполнил закон». Дьяволу нравится, когда среди христиан есть ненависть. Это служение змей. И здесь дьявол использует много женщин в клевете и злых сплетнях. Когда змея хочет перейти из одной точки в другую, она никогда не идет по прямому пути. Даже если точка находится перед ним, он сделает прерывистую линию. Вот как работает дьявол. Есть люди, особенно женщины, которые ходят из дома в дом, чтобы вызвать клевету, и из-за своего злословия они создают много конфронтаций и серьезных проблем между людьми, которые их слушают. Есть женщины, которые являются специалистами в этой области, это работа дьявола. Что касается разделения, это принцип дьявола, разделяя и властвуй. Знайте, что независимо от вашей проблемы, всегда есть решение перед Богом. Шестая заповедь гласит, не позволяйте христианам проповедовать, учить и свидетельствовать о славе Божьей. Что касается проповеди и учения, то это связано с тем, что сказано в послании к римлянам 10. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Таким образом, дьявол не хочет, чтобы детей Божьих учили. Он не хочет, чтобы кто-нибудь учил детей Божьих, потому что, если их научат, если они получат проповедь, их вера будет укреплена. И когда человек автоматически обретает веру, он может легко противостоять дьяволу и быть приятным Богу. Вот почему он посылал нас в церкви, чтобы мы нарушали как учение, так и проповедь. И я объяснил вам, как нам удалось связать язык проповедников. Когда я свидетельствую, я благодарен за то, что Иисус сделал в моей жизни, за избавление, которое дал мне Иисус, Он дал мне это бесплатно. Я ничего не заплатил, но это по благодати, и я должен свидетельствовать, чтобы показать свою благодарность. Седьмая заповедь гласит, иди и распространяй многоженство, и у меня будет несколько душ. В настоящее время есть несколько церквей, которые поддерживают многоженство, и есть некоторые пасторы, которые даже пропагандируют многоженство. Знай, что это заповедь дьявола. Когда мы читаем Бытие 2, 24, Библия говорит, поэтому мужчина оставит своего отца и свою мать и будет держаться за свою жену. Здесь ясно сказано, что он должен держаться за свою жену, а не за своих жен. Знайте, что воля Божья заключается в том, что у каждого мужчины есть только одна жена, если он женат, многоженство и сожительство, это грехи перед Богом. Второй аспект этой заповеди гласит, у меня будет много душ. Это просто означает, что дети, которые родятся в этих придуманных браках, это души, которые уже находятся в распоряжении Люцифера. Такие браки, которые не по воле Божьей, являются грехами, и этот грех имеет серьезное последствие для детей, которые родятся в этом браке, потому что они родились уже под проклятием. Вы, выходцы из полигамного брака, вы не просили своих родителей, чтобы вы были отцом в таком браке. Что вы можете сделать, это попросить у Бога прощения за этот грех ваших родителей и попросить Господа Иисуса осветить вас своей кровью и уничтожить этот грех. И таким образом, кровь Иисуса освободит вас, и дьявол больше не будет иметь власти над вашей жизнью. Восьмая заповедь гласит, подчините христиан поклонению изображениям и идолам. Вы увидите некоторых христиан, у которых есть изображение ложного Иисуса с красным сердцем и изображение Марии в их домах. Библия говорит, что проклят человек, который подавляет истину. Я знаю правду о католицизме, и если я не скажу ее вам, я буду проклят. Я расскажу о святой магии подробнее, потому что я был посвящен в эту магию испанским католическим священникам. Я знаю, что разговоры о католицизме провоцируют войну, потому что католицизм – это целое правительство. Многие сатанисты прячутся в католической церкви, и они попытаются бороться со мной. Я не боюсь. Я знаю одно. Пока миссия, которую дал мне Иисус, не завершена, я не умру, независимо от того, что сделано против меня. Я знаю это, и у меня есть вера. Библия говорит, если Бог за меня, кто может быть против меня? Они будут сражаться против меня, но никогда не одолеют меня, никогда. Знайте, что Дитя Божье не может бояться смерти, потому что для него смерть – это просто сон, и когда прозвучит труба, он поднимется, чтобы встретить Господа в воздухе. Если Дитя Божье все еще боится смерти, это, по крайней мере, доказательство того, что в его жизни все еще есть грех. И даже если он боится смерти, он вечен. Тогда что? Лучше умереть за Иисуса, потому что даже если ты прячешься, даже если у тебя самые эффективные врачи в мире, знай, что смерть не спросит чье-либо мнение, когда придет, чтобы забрать тебя. Вам лучше примириться с живым Богом, пока не стало слишком поздно. Многие люди считают, что если они умрут сегодня, это конец. Нет, я обязан сказать вам правду, если вы умрете во грехе, знайте, что это начало страдания. Оставь жизнь греха, потому что именно грех дает доступ к дьяволу в твоей жизни. Дьявол находит свою силу в грехе. Даже Библия говорит нам, что жало смерти – это грех. Девятая заповедь состоит из двух частей. Поклонение предкам. Первая часть гласит, поклоняйся предкам христианам или всему человечеству. Говоря о поклонении предкам, я могу привести пример из жизни. Есть люди, которые по неосторожности бросают еду на пол, пока они едят и говорят себе, это для предков. И через несколько минут вы замечаете, что еда все еще там, иногда даже муравьи приходят и оседают на ней. Мои возлюбленные, это действительно абсурд. Это дьявол мучает тебя так. Ваши предки стали муравьями. Я приведу еще один пример практики поклонения предкам. Это о тройболизме. Сам Люцифер сказал нам, что тройболизм в церкви является культом предков. В некоторых церквях кипит племя, назначаются люди в соответствии с их племенами. Как дети Божи, у нас один и тот же Отец – Бог. Поэтому если вы видите церкви, в которых существует тройболизм, знайте, что там правит дьявол. Говоря о поклонении предкам, в некоторых религиях можно сказать, что достичь Бога трудно, но есть люди, которые действительно стремятся к совершенству в своей земной жизни, и эти люди называются святыми. Поэтому они скажут вам, что мы должны сначала помолиться святым, и в свою очередь, они передадут молитву Марии, которая, в свою очередь, передаст ее своему сыну Иисусу, а Иисус, в свою очередь, передаст ее своему отцу. Возлюбленные, зачем все эти долгие занятия гимнастикой? Библия говорит в 1 Тимофею 2,5 «Ибо есть один Бог и один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус. Только во имя Иисуса мы должны молиться. Сам Иисус сказал, и я сделаю все, что ты попросишь во имя мое». Так почему же эти длинные гимнастики? Спасение не найдено ни в каком другом имени, кроме имени Иисуса. Телевидение. Вторая часть девятой заповеди гласит, подчиняйте христиан телевидению, чтобы они не могли противостоять искушению. Вам просто нужно посмотреть на молодых людей сегодня. Они уничтожены из-за телевидения. Они стараются быть звездами, потому что хотят поступить так или иначе с музыкантом. Они пытаются одеваться грязным способом, потому что они хотят подражать звездам, которые они видели по телевизору. Обратите внимание, что мы не должны ничего мирского смотреть. Возлюбленные, мы дети Божьи, мы в мире, но не в мире. Сегодня есть сестры, которые не умеют одеваться из-за телевидения. Есть христиане, которые даже не знают двух отрывков из Библии. Но когда вы говорите им о том или ином фильме, они могут объяснить вам все последовательности фильма. Они знают все эпизоды наизусть и объяснят вам, как если бы они были там во время создания этого фильма. Они даже объяснят вам, что не было сказано. Они скажут вам, например, на этом уровне они должны были сделать это, а не это. Но не просите их дать вам хотя бы один отрывок из Библии, они этого не узнают. Именно этот тип христиан сегодня наполняет церковь. Знайте, что все пройдет, но Слово Божье вечно. И все же вы придаете большое значение недолговечным вещам и пренебрегаете словом, которое дает жизнь, лечит, спасает, благословляет и доставляет. Вы пренебрегаете самым важным. Но когда речь идет о телешоу 24, вы номер один, когда речь идет о тюремном отпуске. Вы знаете все, вы даже объясняете эпизоды, которые все еще в процессе и которые еще не сняты. Возлюбленные, будьте осторожны, есть также так называемые христианские фильмы, такие как Карачика. Многие люди считают, что этот фильм христианский фильм. Знайте, что те, кто сделал это, не христиане. Кто уже отдал свою жизнь Господу Иисусу только потому, что смотрел фильм Карачика. Мы смотрели эти фильмы уже в мире сатаны, прежде чем они прибыли в этот мир в 1999-2000 годах. Мы уже смотрели его в 1994 году в отделе «Принца Талуса». Князь Талус – это демон, оказывающий негативное влияние на всех тех, кто носит имя Геон. Изучая человечество, Люцифер сказал нам, человек по своей природе больше привлекается злом, чем добрым. Поэтому, когда вы смотрите этот фильм, сначала они показывают вам мистические вещи и только к концу они показывают вам короткую последовательность слуги Бога, который побеждает. Но когда вы смотрите этот фильм, вы вспоминаете только то, что негативно. Это заклинание чар. Избегайте фильмов ужасов, зомби, вампиров и так далее. Избегайте просмотра этих фильмов. Потому что они создают страх. И когда вы боитесь, вы не можете бороться с дьяволом. Есть люди, которые даже ночью не могут выйти, потому что они смотрят фильм ужасов. Можете ли вы прогнать демонов, когда вы дрожите? Чтобы прогнать демона, вы должны взять на себя власть над ним, но если вы боитесь, как вы можете прогнать его? Знайте, что этот дьявол побуждает людей снимать все эти фильмы ужасов, вампиров, зомби. И большинство из тех, кто снимает фильмы ужасов, являются сатанистами. В ближайшие дни я собираюсь дать вам имена некоторых актеров-сатанистов, таких как человек, который сделал фильм «Клинок», «Оэсли Снайпс», он готовый сатанист. Тем не менее, в отношении второй части девятой заповеди, есть порнографические фильмы. Есть даже христиане, которые имеют такие фильмы в своих домах. Что вы ищете, когда смотрите такие фильмы? Есть даже молодые люди, которые идут в интернете, чтобы смотреть порнографические фильмы. Что вы ищете? Возлюбленные, мы должны бояться Бога. Десятая заповедь гласит, никогда не упоминайте имя Творца и его единородного сына. Почему? Потому что Библия говорит нам в Римлянам 10, 13, каждый, кто призывает имя Господа, будет спасен. Короче говоря, это все заповеди сатаны. Теперь, если вы окажетесь в одной из этих заповедей, которые я только что упомянул, знайте, что дьявол держит вас в своих руках. Вы должны покаяться и изгнать злых духов, которые в вас. Я дам вам характеристики церквей сатаны, на самом деле у меня не будет времени упоминать название церквей, но из характеристик вы узнаете, как самим распознавать церкви сатаны. Я дам вам даже план действий Люцифера, чтобы создать духовный сон в церкви. Это отступничество, которое есть не что иное, как отказ от веры. Знайте, что гомосексуализм, брак геев и лесбиянок, это воля Люцифера. Это один из пунктов его плана действий. Возлюбленные мои, в этом мире две оппозиционные армии. С одной стороны, есть армия сатаны, а с другой армия Иисуса. Для армии сатаны главнокомандующим является сам Люцифер. Что касается армии Божьей, главнокомандующим является Иисус, царь царей. Каждая из этих двух армий состоит из двух частей. Невидимой частью армии сатаны являются дьявол, впадшие ангелы и демоны. Видимая часть, это колдуны, маги, борцы, розенкрейцеры, все люди, которые работают на дьявола. Для армии Иисуса невидимая часть, это Иисус и ангелы, которые остались верными Богу, а видимая часть, это церковь. Не просто церковь, а та, где принято проявление Святого Духа.